Встречи с руководителями учреждений здравоохранения Ленинского городского округа с жителями стали уже доброй традицией. Это прекрасная возможность задать врачам интересующие вопросы и получить исчерпывающие ответы здесь и сейчас. Здесь выясняются некоторые вопросы и на них реально можно получить какие-то ответы. Это жалко только, что именно наших местных жителей приходит не так много, потому что не все знают, что существуют такие встречи. На этот раз на встрече присутствовали представители Видновской районной клинической больницы, перинатального центра, стоматологической поликлиники и центра эпидемиологии и гигиены. Ряд вопросов, порядка 20, кажется, вопросов поступили в течение последнего периода, мы передали их руководителям. И всех, кто сегодня подошел на встречу, мы попросим задать интересующие вас вопросы. Медики рассказали о том, какие изменения в работу учреждений здравоохранения внесла очередная волна COVID-19. То есть есть ограничения в плановой записи. Мы сейчас не занимаемся протезированием льготных категорий граждан, потому что ограничения и по поводу лечения удаления зубов 90% идет в режиме оказания, еще раз повторюсь, экстренной и неотложной формы. У нас составлен скользящий, сразу скажу, что каждый день работают травматологи и хирурги, работают каждый день офтальмологи, онкологи, а вот кардиологи, неврологи, эндокринологи, они по скользящему графику работают, колл-центр наш знает. Врачи еще раз напомнили о важности своевременной вакцинации, в том числе людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин. Хотелось бы обратиться к жителям, особенно беременным женщинам, с такой просьбой, что вакцинация, она преобладает на данный момент и для нас очень важна, потому что пациентки беременные, это высокая группа риска. После выступления руководителей учреждения здравоохранения слово взяли жители. Вопросы видновчанки Елены Орешиной касались стоматологической поликлиники. Возможно ли когда-то нашу стоматологию увидеть в другом здании, потому что то здание, которое есть сейчас, оно очень маленькое, коридоры узенькие. Опять же, если люди приходят, либо пенсионеры, либо с ограниченными возможностями, разойтись очень сложно. Организация здравоохранения и организация, которая занимается образованием, управления газованием, их переезд планируется, но это не завтра случится, на это нужно время. А вот жительницу деревни Калиновка Валентину Федотову волнуют закрытие в населенном пункте Фельдшерско-Акушерского пункта. У меня заявление от жителей деревни Калиновка, 151 подпись, которая просит, чтобы им или был капитально отремонтирован старый ФАП, или построен новый. Сейчас же ведь есть модульные ФАПы. Остальные гости встречи также смогли задать интересующие их вопросы руководителям медицинских учреждений.